Здравствуйте, друзья! Сегодня хотим вас познакомить с непревзойденным медоносом, пыльценосом, идеальным зеленым удобрением, прекрасной кормовой культурой, защитником почвы от эрозии, заболеваний и сорняков, фацелий сорта БАЛО. А знаете ли вы, что участок с фацелией называют пчелиным пастбищем? Она ценится за длительность цветения и неприхотливость выращивания. Если сеять ее с весны до начала июля, то она будет цвести все лето и осень. Медоносом, зацветает через 6 недель после посева, имеет интенсивную сине-фиолетовую окраску, которая привлекает большое количество насекомых. Пчелы пасутся на фацелии даже в немедосборные периоды, с ранней весны до глубокой осени, с раннего утра и до вечера. Мед из этого растения имеет тонкий вкус, очень полезные свойства и красивый светлый цвет. Из одного гектара получается 250-300 кг меда, а в особо благоприятных условиях до одной тонны. Для сравнения, гречка дает с одного гектара 50-70 кг, а горчица белая 100 кг меда. Если рядом растет фацелия, то на плодовых деревьях завязывается в несколько раз больше плодов. Рассаду томатов, капусты и огурцов можно высаживать под покров фацелии. Рассада прекрасно приживается и обгоняет в росте и развитии такую же рассаду, растущую на голых грядках. Хорошо используется, как мульча в междурядиях картофеля. Фацелия считается идеальным растением для огородников. Очень быстро растет, образовывая большую зеленую массу. За 40-45 дней набирает 200-300 кг зеленой массы на сотку, которая быстро разлагается и пополняет почву органикой и гумусом, что равноценно внесению туда 300 кг навоза. Фацелия неприхотливо выращивается в самых разнообразных условиях – на бедных песчаных и каменистых почвах. За лето реально получить 3-4 урожая и без внесения навоза сделать высококачественный участок, после чего можно 2-3 года получать высокие урожаи, даже без внесения удобрений. А сейчас я расскажу, как же правильно выращивать фацелию у себя на участке. Во-первых, фацелия может быть предшественником любой культуры, которая растет у вас на участке, и давать урожай от снега до снега, то есть на протяжении всего теплого периода вегетации. Фацелию можно высевать и под зиму, и ранней весной. Благодаря короткому периоду вегетации высевать за один сезон можно 3-4 раза. Выращивая фацелию, следует помнить, друзья, что фацелия прежде всего нетребовательна к составу почвы, на которых она выращивается. Она теневынослива, засухоустойчива, холодоустойчивая, то есть растение непритязательное к условиям выращивания. Друзья, так как фацелия у нас считается среднесемянным растением, то есть семена не особо мелкие, но не особо крупные, то глубина заделки порядка 1-2 см. Норма высева порядка 12 кг на 1 гектар. Особое внимание хотелось бы обратить на то, что данный сорт фацелий от компании «Семейный сад» имеет специальную питательную оболочку, которая состоит из различных компонентов, например, с макро- и микропитательных элементов, которые, первое, надежно сохраняют семена до посева, второе, защищают будущее растение от возбудителей болезни, третье, ускоряют рост семян и корней, улучшают поглощение питательных веществ, стимулируют обмен веществ и образование клеток, и четвертое, повышают качество растения, способствуют росту здоровых побегов. Друзья, в ассортименте компании «Семейный сад» также представлены две культуры сидераты, которые имеют оболочку «Мантелсад». Это «Люцерна Плато» и «Клевер Красный Глобал» в упаковке по 500 грамм. Кроме того, что фацелия обогащает почву органикой, минеральными соединениями и микроэлементами, она также прекрасно разрыхляет и структурирует землю благодаря глубоко проникающей корневой системе. Трудные глинистые почвы превращаются в легкие, сыпучие, насыщенные воздухом, что значительно улучшает рост и созревание плодов, овощей, ягод и картофеля. Покрывая почву зимой, защищает от глубокого промерзания, задерживает снег, содействуя накоплению влаги, защищает от засух, водной и ветровой эрозии. Фацелия является естественным оздоровителем почв и окружающей среды. Фацелия с успехом справляется с такими сорняками, как мокрица и другие однолетние, путем изменения кислотности почвы, от кислой к нейтральной, предупреждает появление вирусных фитофтора, грибковых корневых гнили и другие заболевания. Если посеять фацелию в смеси с бобами, резко снижается численность брухуса, гороховой зерновки, тли, клубеньковых долгоносиков и других паразитов. Ее нектар привлекает многих энтомофагов, хищных насекомых, которые уничтожают плодожорок, листоверток, яблоневоцветоеда и других вредителей. От соседства с фацелией гибнет саранча, почвенные нематоды, поражающие картофель и корнеплоды. Исчезает проволочник. Фацелия – замечательная кормовая культура для домашних животных. Своими питательными качествами она превосходит века овсяные и другие смеси. Животные значительно меньше болеют и быстрее набирают вес. Рекомендуем вырастить эту прекрасную культуру у себя на огороде, чтобы убедиться во всех ее уникальных способностях, о которых мы вам сегодня рассказали. Друзья, подписывайтесь на канал «Семейный сад», ставьте лайки, пишите в комментариях, выращивали ли вы на своих участках ранее фацелию, в качестве чего ее использовали, как часто вы проводите севооборот у себя на участке. Желаем вам хорошего дня, а также удачного посева. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok